всем привет сегодня вторник а значит у нас новое видео едем с борисом на крепость посмотрим как там что там ну и краткую полезную информацию вам сообщу дорога от клеопатры на дом латаш мое любимое место сегодня немного пасмурно но не холодно плюс 18 градусов улицы практически пустынные поднимаемся на крепость мы на машине а европейцы туристы пешком даже люди уже возрасте все равно поднимается вот смотрите европейский турист пешочком у установились прямо аккурат возле башни копалы мы Зайдем внутрь, вход бесплатный, можно посидеть на лавочках. Буду показывать вам красоту и немного новостей. Министр туризма Турции озвучил, что сезон планирует начинать с апреля, но постепенно. Сначала это будет внутренний туризм, и первое направление, которое откроет, это среднеземноморская, а потом эгейская. То есть туристы из других стран в конце апреля уже смогут приехать на отдых, тем более, как он озвучил, сейчас начинаются у нас майские праздники, и поэтому туристы из стран СНГ на эти праздники смогут уже отдохнуть на среднеземноморском побережье. Вот такая красота у нас. В связи с такими приятными новостями, все, кто планировал свой отдых, в Турции, дай бог, на 99% он свершится. Толстый кот! Сейчас покормим, подожди. Так, спокойно. Летом, конечно, здесь очень много народа. А сейчас никого нет, только единичные туристы, и поэтому можно спокойно снять видео, прогуляться и полюбоваться красотой. Воздух чистейший. Приношу извинения за тряску камеры, но, сами понимаете, едем в машине. Дорога не асфальт, а грусчатка, и поэтому туристы в шортиках. Камам. Кафешки готовятся к сезону. Идет ремонт везде. Сувенирные лавки открыты. Это место тоже многим знакомо. Самая верхушка, западная часть Кепаськи. Там впереди Авсалар и Анталия уже. То направление. Яхты паркованные. Хвойные деревья. На фоне хвойного леса хочу еще одну тему затронуть. Оказывается, она немаловажная. Люди часто спрашивают, хочу снять квартиру в аренду, с чего начать. Ну, наверное, нужно открыть интернет и в поисковике написать «Аренда квартир в Алании» или «Аренда квартир в Анталии», в общем, в Турции. Вам выскочат предложения, выскочат сайты, на которые вы сможете ознакомиться с предложениями. И если какое-то предложение вас заинтересовало, обращайтесь непосредственно к менеджеру и обсуждайте все детали. Это касается как краткосрочной, так и долгосрочной аренды. На краткосрочную аренду стоимость зависит от месяца. Сезон это или не сезон. Сезон, естественно, аренда дороже. Вне сезон она дешевле. Это все обговаривается с менеджером. Что касается долгосрочной аренды, цены постоянно растут. Каждый месяц цены поднимаются на долгосрочную аренду на 15-17%. Я выставляла на долгосрочную аренду. У меня было видео 2 плюс 1 в Махмутларе полностью с мебелью. Бассейн до моря 100 метров. 2500 лир. И мне как-то женщина написала под видео, я снимаю в Алании за 1300 лир. Я тоже снимаю в Аланию. У меня аренда стоит 1200 лир. Но эта квартира пустая. Она 2 плюс 1, но она пустая. На первом этаже и до моря 1 километр. Это все нужно учитывать, когда вы сравниваете дорого-дешево цены. Вот. Если вы хотите снять квартиру, более-менее в которой можно жить комфортно, 2 плюс 1 это стоимость вот где-то 2500 лир. На квартиры 1 плюс 1 это где-то около 1500 лир. Напомню. Еще раз. Это квартиры, в которых можно жить. В которых комфортно можно жить. Можно, конечно, и сарай снять какой-нибудь за 700 лир. Ящик какой-то принести, спать на нем. И будет вам счастье, как говорится. Все познается в сравнении. Но более-менее квартиры. Вот такие цены. 1500 на 1 плюс 1. И 2500 на 2 плюс 1. Надеюсь, видео вам понравилось. Надеюсь, информация вам понравилась. Всем пока. До новых встреч. Забыла сказать, что на основании долгосрочной аренды делается вид на жительство. И вы здесь находитесь на основаниях аренды. Людям после 65 лет на основании вида на жительство даже не делают страховку. Поэтому это тоже вы должны учитывать. Страховки здесь не дешевые. Это тоже вы должны брать во внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...